Учителями рождаются, а не становятся. Так ли это? В этом вопросе нам помогли разобраться эксперты Казанского университета. 5 октября отмечается Международный день учителя. Казанский федеральный университет, как один из лучших вузов страны, принимает огромное участие в подготовке специалистов сферы образования. В университете три действующие школы, специализированный учебный научный центр IT-лицей, лицей имени Лобачевского и новая общеобразовательная университетская школа Елабужского института КФУ. Также на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета ежегодно с 2015 года проводится Международный форум по педагогическому образованию ИФТ. В 2021 году форум объединил более 1500 исследователей из 40 стран мира. Отметим, что Казанский университет занимает 90-ю строчку в области образования. По словам заместителя директора по образованию Института психологии и образования КФУ Алмаза Галимова, самые ценные в работе педагога – это его любовь к своей профессии. Новшеством нашего института и федерального университета в целом является то, что у нас каждый студент в педагогическом направлении, начиная с первого семестра по последний семестр, всегда проходит постоянную практику. У нас есть такая распределенная практика, то есть студенты, обучающиеся на будущих учителей, они постоянно находятся на практике. То есть раз в неделю выезжают в школы для выполнения каких-то практических работ, практической подготовки. В структуре Казанского федерального университета в 2011 году в соответствии с руководством Республики Татарстан создан Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования. Центр – это определенная форма подготовки педагогов к решению конкретных образовательных задач. Также в центре проходит непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников. Сейчас перед ними стоят новые задачи о развитии функциональной читательской грамотности школьников и других. Сегодня в людях нужно формировать глобальные компетенции, говорит руководитель центра Раис Шихелесламов. Появились и новые формы работы, и появилось новое оборудование. У нас изменилось и расписание, повысилось внимание. Практически каждую встречу с новым потоком учителей мы открываем вместе с представителями Министерства образования и науки нашей республики, поскольку в нашей работе сейчас уделяется очень большое внимание. Учитель – это профессия, которая требует наличия таких черт, как внимание, любовь к работе и к детям, терпение, строгость и в то же время милосердие. И учителями действительно могут родиться многие, но становятся достойными своей профессии лишь единицы. Сегодня время такое. Во-первых, это, конечно, здоровье каждому учителю и их близким. И то, что я говорил, наверное, поймать, найти, закрепить у себя любовь к этой профессии. Они очень надежные, очень внимательные. Это самые гуманные люди, поэтому хотелось бы пожелать им того, чтобы и общество, и ближайшее окружение ответило им тем же гуманным отношением к ним. Телеканал «Универ ТВ» присоединяется к пожеланиям экспертов Казанского университета и желает им терпения и благополучия в их нелегком труде. Инджимина Небаева, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.